И в продолжении темы агрофирма Елгозинская наращивает обороты. С приходом нового инвестора дела хозяйства пошли в гору. Специализация производства товарного молока. Елгозинская постоянный поставщик одного из крупнейших предприятий перерабатывающей промышленности компании Вимбельдан. И сейчас это не просто две успешно работающие фермы, а современные предприятия с хорошими перспективами для развития. С подробностями Евгения Цветкова. Компьютер, принтер, новое программное обеспечение, видеонаблюдение. Все по последнему слову техники. И это не городской офис, а кабинет бригадира Елгозинской фермы. Теперь все сведения о буренках в базе данных, а хозяйство на экране монитора как на ладони. Мы уже много отчетов делаем по компьютеру, намного легче. Также видеокамеры поставили. Легче нам уже следить за доярками, как они доят. Правильно ли технологии соблюдать. То есть мы и наблюдаем, и можем работать в одно и то же время. Очень удобно, конечно. А еще несколько лет назад хозяйство переживало не лучшие времена. Кормов не хватало, техника работала на износ, а рабочие по полгода не получали зарплату. Но с приходом московского инвестора в агрофирме началась новая жизнь. В этом году мы заготовили достаточное количество кормов. Это порядка 11 тысяч тонн. Нам хватит этих кормов. Корма высокого качества. Молока мы в день сдаем примерно 10,5 тонн. Баловый надой составляет около 11 тонн в сутки. В Елгозинском почти полторы тысячи голов. Треть из них – дойные стадо. Все буренки черно-пестрой и холмогорской породы считаются самыми молочными. Но на особым счету у доярок мистика и прима. Они в передовиках. За сутки дают в два раза больше молока, чем другие пеструшки. И дело не только в породе, но и в правильном уходе, сбалансированном питании и, может быть, даже в ласковом слове, считает Любовь Миронова. Какой-то надо окликнуть ее, назвать ее кличкой, потому что они уже знают свои клички. Какая-то построже. Ну, какой-то нужна доброта, какой-то нежность. Все равно у каждой коровы свой характер. Любовь Миронова на ферме с самого детства. Еще девчонка бегала помогать матери. А в 17 лет и сама стала дояркой. Работа сложная. Вставать надо рано утром. В 4 часа дойка у нас начинается. Перед дойкой надо корову накормить, подмыть, сдоить, обработать. Успеваю, конечно, и зарплата неплохая. Ну, вообще, в общем, нравится. Таких, как Любовь Миронова, на ферме по пальцам пересчитать. Доярок здесь не хватает. В Елгозинском молодые кадры ждут. У агрофирмы большие планы на будущее и хорошие перспективы. Евгения Цветкова, Дмитрий Кириллов. Новости дня.